Да, сегодня у нас в галерее очередной Новый Год. К нам приехала Женя Акулова из Парижа. И мы сегодня развесили выставку ее картин под названием «Нежность к ревущему зверю». Женя, расскажи нам, пожалуйста, о чем эта выставка? Это выставка о женщинах-летчицах, которые управляют большими, мощными, сложными, ревущими машинами, которые как раз являются ревущими зверями. Таким образом, хрупкие, интеллигентные, очень-очень разумные, рисковые и вместе с тем осторожные женщины. Они каким-то образом должны решать тяжелые технические проблемы и как в жизни приспосабливаться и выполнять работу им не совсем свойственную, но при этом настолько они для этого хорошо приспособлены, что иногда роль женщины немножечко затирается. И таким образом, этой серии я хочу немножечко ее выдвинуть вперед. Таким образом, вот. И к тому же, хотелось бы отдать дань памяти и уважения героям, первооткрывателям, космонавтам, поскольку выставка находится во временном пространстве между Днем Космонавтики и 9 мая, в общем, в этом контексте я считаю, что она вполне уместна. И надеюсь, что понравится зрителям. Кроме этого, представлена серия «Новые гавроши», небольшие фрески на камне. Такую технику я использую уже год. Для Екатеринбурга это достаточно новая вещь, в общем-то и для Парижа тоже. Вот. И кроме этого, в витрине инсталляции. Персонажи, женские, тоже в частности, с ольвами. Это такие некие городские духи, которые прогуливаются в городе время от времени, когда нас нет и даже когда мы есть. Вот. Собственно, благодарю галерею «Уралпостер», которая меня приняла. И надеюсь, что зрителям все понравится. Ну вот, давай разберем образ льва крылатого. Это ты взяла из ассирийской мифологии крылатых львов? Я взяла... Просто по элементам посмотришь? Частично. Это тоже некий такой собирательный образ, потому что и символ Венеции крылатый лев, с открытой или его закрытой книгой, в зависимости от того, идет война или нет. Есть немецкие крылатые львы. То есть для меня это просто какой-то такой образ машины с рычащим сердцем. И в частности вот на львах блога различных авиакомпаний, которые по идее должны служить им для того, чтобы летать еще лучше. То есть это такие некие талисманы, которые должны им помогать, как татуировки на счастье, что-то в этом роде. И они, как летающие драконы, должны обеспечить скорость и вместе с тем безопасность летчицы. Просто, например, я представлял летающего коня у меня вот в голове. Ну, летающий бык, допустим, ревущий. Но чтобы летающий лев, в данном случае, я как бы не очень представлял. Ну, это же не я. Ну, да, поэтому я вот удивился, что у тебя образ именно, что лев это вот царь зверей, потому что? Ну, потому что, во-первых, потому что царь зверей, во-вторых, потому что это рычание мотора и рычание льва, оно у меня... Ну, они одинаковые у тебя? Ну, они примерно, да, такие взаимодополняемые образы. Расскажи, вот, какая летчица, авиатор, женщина тебя впечатлила больше всего в истории? Ну, нет у меня такой прямо какой-то единственной, неповторимой. Вообще, то, что достаточно рано женщины начали участвовать в авиации и быть пилотами, я считаю, что это нонсенс, потому что в различных других областях женщинам было пробиться гораздо труднее. И тот факт, что летчицам удавалось с таким же успехом пилотировать самолеты, еще раз доказывал о женских качествах, которые ничем не уступают мужским, но при этом у них есть еще некоторая осторожность, некоторая проницательность и так далее. К тому же образ гламурный такой, в шлеме, с очками, он такой немного киношный. Ну, не знаю, мне кажется, что это такой образ, который для меня отражает, ну, скажем так, идеал женщины, который я себе представляю. Ну, вот, ну и потом, не знаю даже. Ты сама хотела бы летать? Я хотела быть раньше в стюардессе, но нет, я не хотела бы летать, потому что я думаю, что я как раз не смогу справиться, потому что надо обладать определенными качествами, долго учиться, это далеко не просто. Ты говорила, что у тебя вот эта идея летчица появилась после путешествия в Африку, я так понимаю, да? Нет. Нет? Нет, это совсем не так. Расскажи, напомни, я, видимо. Идея летчица у меня на самом деле появилась просто из нашего дома, потому что мой дедушка был офицером инженерно-авиационных войск и был военным. И у нас дома всегда висели два портрета молодой бабушки, очень красивой, и его в летной форме, потому что не считая, что он не был пилотом, он сложил самолет и, соответственно, был в очках и в шлеме. Все девушки любили форму. И да, он, к сожалению, погиб на войне, он дважды герой, дважды ренулась из Карасного Знамени. И таким образом, видимо, эти два портрета у меня слились в нечто целое, да, единое и целое. И таким образом. Меня всегда интересовал вопрос, почему у одной женщины-пилота нету глаза? Потому что она была ранена в бою. Вот так вот, да? Ну, на самом деле, есть одногласный пилот, который, в смысле, он у него уже нет, к сожалению, но он существовал и не один. То есть так бывает. В этой жизни? Да, так бывает. Ну, что? Ну, и под конец, как ты думаешь, по окончанию уже, как ты думаешь, во что выльется вот этот твой проект летчиков, или, если ты пока еще не видишь, к чему ты стремишься? Я бы хотел самолету увидеть. Ты будешь рисовать самолеты на этих картинах? Нет, я не знаю. Ну, тут, как бы, я не знаю. На самом деле, это такой длительный проект, который я буду продолжать. Потому что я занимаюсь стрит-артом, в частности. То есть я работаю маслом, делаю картины, и потом распечатываю их, делаю коллажи, наклеиваю их на стены. Парижа, в частности. Расскажи немножко об этом. Что такое стрит-арт в Париже, и где ты это делаешь, и что с тобой происходит в этом процессе? Это вредное движение, или не очень? Это полезное движение. Чем оно полезно? Чтобы, так сказать, про летчик, я буду эту тему продолжать. Буду их рисовать разных эпох, разных национальностей, и там с приколами, и с разными штучками, и причиндалами, и самолетами, может быть, маленькими. Ну, в общем, не знаю. В общем, это тема, которую я хочу продолжать. Что касается стрит-арта, я выбрала способ коллажа, потому что есть тапорет, есть роспись, а есть коллаж. Коллаж, на мой взгляд, наименее вредный способ, потому что приклеить и отклеить можно. Не говоря уже о том, что кто в Париже к этому относится толерантно, конечно, не приветствуется, но при этом есть некоторые районы, где можно клеить, рисовать. И даже сейчас проводятся экскурсии, то есть есть люди, которые могут ей показать Париж стрит-арта, видеть стрит-арт Парижа. С какими-то своими там звездами, с какими-то художниками, которые уже определенную известность получили. Кто в Париже звезда стрит-арта? Первоначальником считается Эрнест Пиньон Эрнест, это художник, которому сейчас где-то уже около 70 лет. И он до сих пор стрит-артит? Да. Он делал как раз коллажи. Расскажи технологию коллажа, чтобы на двух словах, на пальцах покажи. Ну, технологию я представлю. Там нужно просто распечатывать изображение, желательно на бумаге, которая достаточно тонкая, чтобы лучше делилось. Клеить можно разными способами, либо клейстером, либо... Изображение покрывается чего-нибудь, чтобы сохранялось от дождя? Да, покрываю, да. Специальными штучками, да? Да, да, да. То есть, ну, оно... Можно либо лагом, либо бумаги покрывать можно, либо покрывать клей ПВА. Вообще, лучше делать, как тебе удобно, на самом деле, как ты привык. Расскажи о пользе стрит-артах. Есть какая-то польза? Вот ты сказала, что... Польза есть, на мой взгляд, да. Польза есть, потому что, во-первых, это очень оживляет. То есть, возникает некоторое взаимодействие между людьми. То есть, допустим, изображение на стене дома, или... Я, в частности, например, пытаюсь наклеивать. Поскольку это искусство очень такое недлаговременное. Очень часто, например, бывает, что дом на ремонте, то есть, обид фанерой или чем-то еще. Это прекрасные места, чтобы делать коллаж, который ты знаешь, что ты не наблюдишь ничему. Просто на это время ты воспользуешься этой стеной. Потом это все исчезнет. Или время от времени там ставят такие здоровые кубы бетонные для проводки электричества. Тоже, то есть, это никому не вредит. А что чувствует человек, который нарисовал эту штуку, поставил, и потом ходит и смотрит? Он радуется этому? Он гордится? Ну, человек радуется. Я радуюсь, по крайней мере. Есть ли какое-то числавие? Удовлетворение числавия есть какое-то? Нет? Конечно, нет. Есть, да? Обязательно. С этого все и началось. Потому что, вообще-то, стрит-арт... Ну, хотя как... Стрит-арт, я считаю, городские скульптуры, горельефы, горельефы, старинные тоже, тоже стрит-арт. Может быть, в этом и есть польза? Пусть он так тщеславие свое удовлетворит, чем начнет поджигать какие-нибудь рейхстаги. Нет, начнем с того, что стрит-арт, он вообще изначально был как теги. И это были имена просто людей, типа, здесь был Василий, там, я вот такой-то. И вот с этим шрифтом писали, и свои собственные имена не погоняла. Даже в античном Риме были эти штуки. Ну... Были такие надписи на стенах туалетов. Да, скорее всего. Вот. А теперь, во всяком случае, во Франции, он в более художественное русло ушел. То есть там очень много изображений. Если, допустим, в Америке... Ну, сейчас уже, конечно, тоже не слышно. Раньше в основном были просто шрифтовые вещи. А теперь очень много изображения, к тому же интерактивного изображения. То есть, например, обыгрывается там фонтан, если, допустим, голова... Фонтан в виде головы льва к нему, там, в пределах льва. Ну, то есть, в общем, что-то происходит, и это изображение, оно, как такой энергетический какой-то пункт. К нему, в общем-то, вектор людей, которые мимо проходят, сходятся и отражаются. Ну, то есть, грубо говоря, через него люди вступают в интерактивность между собой. То есть, если поговорили об этом, например... Есть люди, которые фаны, они ходят, все фотографируют, выкладывают. Кто быстрее там что-то нашел. То есть, они фанаты художников. Ну, как фанаты, это любители, скажем, любители этого дела. Вот, и задача сфотографировать первым, чтобы быстрее поставить там интернет, не знаю. Ну, есть люди, которые воруют. Они отклеивают коллажи и собирают коллекции. Ну, то есть, это целый процесс. Это целый процесс. Сейчас есть куча галерий, которые работают с художником из стрит-арта. Ты являешься сейчас художником из стрит-арта? Я являюсь сейчас художником из стрит-арта. Сколько времени ты уже художник из стрит-арта? Два года. То есть, тебя можно так представлять, художник из стрит-арта в Париже. Да, я могу так сказать, потому что мои работы пропечатали в книжке «Стрит-арт в Париже». То есть это достаточно высокий ценз для тебя, да? Да, я была очень счастлива. То есть не всякий может попасть в эту книжку, тем более из России, с Урала, с Екатеринбургом. Ну там как бы неважно. Это достижение? Там как раз никто не знает, с Урала ты или не с Урала, потому что в общем-то... Ну я-то знаю. Не по лицу и не по акценту, а по твоей работе. То есть за этим моей работой со мной связались. Там никто не знал русское. Ну и вот еще одно слово. И завершаем. Скажи, пожалуйста, как можно сравнить наш стрит-арт у нас в городе, например, и в городе Парижа, допустим. Ты говоришь на Монмартре, а у нас где-то на Урала Маша. Есть какая-то разница? Или мы так же? Мы такие же крутые, как и в Париже. Ну я не думаю, что крутые и не крутые это подходящие терры. Нету, да, разницы? В любом случае, в России стрит-арт очень нравится. Именно в Свердловске, в Екатеринбурге, здесь с ним активно борются, поэтому здесь немного трудно развиваться. У нас борются с ним? Да, я попробовала тут поклеить, все медленно оторвали. Оторвали, да? Да, прям массаж. То есть попытки били у тебя такие? Да. Ну есть несколько известных художников, потом есть ребята, которые там в Москве на грязных машинах выцарапывают замечательно совершенно зверей. То есть, ну, нет, тут есть свои особенности. Грязная машина очень удобна для рисования, это самая вещь классная. Да, 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 и десутат просто потрясающий. И к счастью, это все равно все развивается. И думаю, что если бы мэрия пошла навстречу, например, в Придже есть такая схема, как выделяется там большая стена или две, на этой стене каждую неделю один или группа художников могут делать произведения, которые потом закрашивают. Снимают свой напряг творческий. Да, то есть они таким образом делают такую выставку внешнюю, потом следующий, следующий, следующий. Таким образом это находится в каких-то рамках под контролем, при этом выхлоп как бы нормальный, то есть для людей хороший. Ну, у нас, может быть, еще и воспитание сказывается архаическое, советское, когда все-таки мы смотрели на расписные стены и возмущались. Ну, так вот. Нет, я тоже не сторонник каких-то... Ты тоже от нас? Из нас. Идиотских каких-то там подчеркушек, ни о чем, я тоже против. То есть надо, чтобы это как-то все вписывалось в помещение. Например, вот вместо окна... Бывают такие оконные проемы, в которых нет окна, а он просто проемный. Вот его, мне кажется, это вообще идеальное место для того, чтобы что-то наклеить или нарисовать. Ну, как бы мне нравится, когда это все как-то обыграно в контексте дома или в контексте, так сказать, квартала. Ну, то есть, допустим, если там дом, в Париж, допустим, вот дом, где жил Ван Гог, там маленький портретик Ван Гога сделали очень хорошо. Ну, тоже потом терли, к сожалению. Ну, то есть, не знаю, какой-то должен был быть смысл во всем этом, а не просто... Ну, вот я, например, еще подумал о том, что формула, критикуя, предлагаешь. В данном случае, наверное, профессиональные художники уходят в стрит-арт, может быть, для того, чтобы изменить вот это отношение. Вот это такое, что это плохо, надо сделать хорошо. Хотя вот опыт Хундер Вассера, например, у нас же великолепный опыт, то есть, прямо скажем. Конечно. Это же целые постеры становились с этих кварталов. Но как-то не очень-то активно это дело внедряется. Я бы хотел в нашем городе такие квартальчики увидеть. Ну, квартальчики, во-первых, если это делать осознанно и приглашать в рост, профессионально. И делать, допустим, фестиваль сейчас, в Париже есть несколько фестивалей стрит-арта, в Лионе открылся, то есть, в других городах тоже. Женя, на этом мы должны уже прекратить, потому что у меня камера опять перегрелась. 19 минут, это очень много мы с тобой поговорили. Из всего сказанного про стрит-арт, я так понял, надо, чтобы наши управляющие, главы города, да, все-таки отнеслись к этому с более должным вниманием и развили в себе не контра, а за. То есть, чтобы они посмотрели, как это можно не противостоять этому, а как это можно управлять. Если ты человек культурный, развитый, если ты с новым мышлением, если ты хочешь идти дальше, то ты должен себя переломить или уйти с этого места, правда? Конечно. Спасибо, Женя. Пожалуйста. Спасибо.